Музыка Здравствуйте, в эфире не опять основа, неизменно жилищно-коммунальная программа Мое Жилье. В прошлый раз, если помните, мы с вами выявляли самых ответственных застройщиков Краснодара. А в этой программе, так сказать, в продолжение темы мы пройдемся по коммунальным благам, в частности, по водоотведению. Пройдемся в прямом смысле этого слова. Вы когда-нибудь были в канализационном коллекторе? Не были? И правильно, для человека это смертельно опасно, но для робота, находящегося на вооружении Краснодарского водоканала, пара пустяков. Смотрите сами, что называется репортаж из места событий. Место событий – канализационный коллектор, а главный герой – робот-теледиагност. Герой, потому что работает там, куда простому смертному вход воспрещен, а теледиагност, потому что его главная задача – проинформировать сотрудников водоканала на предмет состояния канализационной трубы. Данные работы проводятся для того, чтобы выявить дефекты, которые возникают вследствие эксплуатации на самотечественных сетях канализации. Для того, чтобы актуализировать информацию, которая необходима для проведения капитального ремонта на сетях, выявление участков, которые уже нуждаются в замене и в реконструкции. При помощи встроенного датчика для вывода информации на экран компьютера в ходе телеинспекции робот транслирует цветное изображение о состоянии внутренней поверхности трубопровода, что позволяет выявить дефекты, образовавшиеся вследствие эксплуатации сетей. Кроме того, видеозапись с результатами обследования коллектора сохраняется, и более глубокий анализ состояния канализационной сети может уже проводиться в кабинетных условиях. Плюсов много, но главное – безопасность для работников водоканала. Такие работы невозможно провести с присутствием человека в трубе, потому что там агрессивная среда, возникновение газов. Сразу скажем, что практику использования роботов Краснодарским водоканалом инновацией назвать сложно. Теледиагностикой предприятие занимается более 10 лет. Экономический эффект очевиден. Специалисты предприятия получают точную информацию о том, на каком конкретном участке и какого характера необходимо выполнить ремонт. Важно то, что теледиагностика позволяет проводить профилактический ремонт, не дожидаясь разрушения трубопровода. Мы посредством теледиагностики можем составить график проведения планово-предупредительных работ по очистке трубопровода, что также ведет к сокращению возникновения аварийных ситуаций на данных сетях. Самое главное, что мы сохраним качественную услугу абонентам, которые мы им предоставляем. Только за последние 4 года именно таким образом были выявлены и отремонтированы проблемные участки нескольких канализационных коллекторов Краснодара. При помощи метода теледиагностики планируется провести обследование коллекторов, находящихся на улицах Солнечная, Стахановская, Вторая Пятилетка, Селезнева, Алма-Атинская, Калинина, Энгельса и Скорняжная. Так что если вдруг увидите этого малыша на своей улице, не пугайтесь. Это не атака киборгов и не спутник-шпион, а предвестник еще более качественной услуги водоотведения в вашем районе. В общем, если подвести итог, высокие технологии на вооружении серьезного предприятия – это залог качественной услуги, подаваемой абонентам. Но, к сожалению или к счастью, роботы не научились еще выводы делать. Ни план реконструкции составлять, ни уж тем более самостоятельно трубы подчинять. Тут необходим человеческий фактор. Хотя в замене канализационных коллекторов водоканал смог привнести инновацию. Для нашего блага. Смотрим. Что для нас с вами, потребители коммунальных услуг, главное – чтобы без перебоев. По всей видимости, именно это пожелание абонентов легло в основу уже несколько лет используемой Краснодарским водоканалом технологии замены и ремонта канализационных коллекторов без остановки работы. С помощью этой технологии в работе системы водоотведения были проведены значимые мероприятия. Восстановлен аварийный участок главного канализационного коллектора диаметром 2,5 метра, транспортирующего сточные воды от домов предприятий на очистные сооружения канализации номер 2. Проведена санация железобетонного канализационного коллектора диаметром 1200 мм по улице Алматинская протяженностью 1350 метров. Ведется реконструкция канализационной насосной станции Шнековая-2. Продолжается реконструкция коллектора по улице Солнечная протяженностью 1200 метров. Строятся наружные сети канализации общей протяженностью более 8 километров. Проектируется участок 20-го магистрального коллектора большого диаметра. Причем при любой замене, реконструкции или ремонте сетей водоканал использует исключительно пластик. Присовокупив к этому теледиагностику и безостановочную реконструкцию сетей водоотведения получаем объемное видение работы водоканала во благо нас с вами. Кстати, все многообразие этих инноваций применялось при реконструкции коллектора на улице Солнечной. Оттуда стало быть и репортаж. Специалисты ООО «Краснодарводоканал» начали реконструкцию канализационного коллектора, обеспечивающего водоотведение многоэтажных домов от пересечения улицы Московская и улицы Российская с улицей Солнечная. В целях улучшения пропускной способности канализационных сетей более километра труб диаметром 600 мм будут заменены на трубы диаметром 800 мм. Это позволит повысить качество услуг водоотведения предоставляемых почти 11 тысячам потребителей. Вместо старых бетонных труб, пришедших в негодность, прокладываются пластиковые трубы, срок эксплуатации которых составляет около 50 лет. Работы будут выполнены в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. Интересно, что часть работ будет выполнена методом горизонтально направленного бурения без помех для транспортного движения по улице Солнечная. А для удобства абонентов специалисты водоканала проведут реконструкцию без остановки коллектора. Поэтому услуги водоотведения будут предоставляться в полном объеме. А вот еще инновация от Краснодарского водоканала. В этом году на крещение из всех краснодарских кранов лилась святая вода. Не верите? Смотрим! 19 января специалисты ООО «Краснодарводоканал» провели мероприятие, посвященное празднованию крещения Господнего. На территории водозабора «Роща» представителем Русской Православной Церкви был проведен обряд освещения воды резервуара, обеспечивающего водоснабжением около 70 тысяч жителей города. Но в связи с тем, что система водоснабжения города является закольцованной, то святая вода фактически оказалась не только в кранах краснодарцев, которые проживают в этом районе, но и у всех абонентов Краснодара. Сегодня в водоканале положена традиция, которая будет действовать долгие годы. Это освещение воды в праздник крещения, который подается жителям города Краснодара. Ну вот, собственно, и все, что мы узнали для вас о краснодарских коммунальных благах. В следующей программе ждите глубокого анализа управляющих компаний нашим с вами жильем. А это было «Мое жилье». Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!